ничего не слышу добрый добрый вечер добрый еще один раз видит александр андреевич последний раз когда мы с вами беседовали в этой студии вы обещали при следующей встрече которого составил сейчас выдать какой-то эксклюзив что-то рассказать по делу ефремова что никто пока не знает раз обещал сделаю смотрите значит когда начался этот процесс то защита господина ефремова именно пашаев сказал одну очень интересную вещь которая меня заинтересовал он сказал что домашний арест который был у смене ефремова это целиком заслуга его господин пашаев имеет немножко удивило честно вам скажу и причин было несколько первое следователь просил домашний арест второе это домашний арест просил прокурор и третье что самое удивительное что господин пашаева на этом суде не было было господин шаргородская значит я немножко пришел в недоумение а как собственно можно так обманывать это было в официальном интервью он сказал это я своими глазами видел это интервью читал это было интервью азербайджанскому журналу какому-то и так далее подобное я понял с кем я имею дело смысле эльмана пашаева да и вот тогда было принято решение пригласить в дело одну очаровательную коллегу анну бутырину которая знала господин пашаева давно они давно работали она знала всю тактику и стратегию которые господин пашаев будет выстраивать она заранее мне рассказала про свидетели которые будут участвовать приблизительно мы не знали контекста но она мне сказала что будет она мне рассказала про инсульт который будет у господина ефремова то есть он был постановочный но по крайней мере моя коллега об этом мне сказала потому что в других делах у господина пашаева тоже были люди с инсультами о господи и так далее вы знаете вот этот этот тактический ход до пригласить анну в процесс он оказался очень действенным потому что мы предполагали и знали абсолютно все изи помните когда господин пашаев отказался господин ефремов отказался от своих защитников да то в тот же день я давал интервью и сказал что это неправда это я помню на помните да но мы знали что происходит на самом деле и вместе с анной мы считаю очень хорошо отработали но собственный результат помните я вам сказал результат смотри табло ну вот мы получили то что получил о результате наверное до завтрашнего дня говорить прежде времени завтра будет апелляция для того чтобы с до результат я и другое имею ввиду я имею знаете сколько лет получит или получил или получит господин ефремов вторично для меня у меня было только одно задание доказать вину господина ефремова потому что с другой стороны пытались доказать что он невиновен помните историю с марсианами или историю с тем что он садился в машину не садил я помню историю в этой студии когда пашаев уверял меня что не было экспертизы подушки безопасности это из той же серии что я увидел документы и честно говоря был шокирован потому что так вот не привык к тому что под угол гали прямо в глаза причем в прямом эфире чтобы закончить с этой темой допускаете ли вы как юрист что завтра эфремов выйдет из-под стражи ему будет условный срок назначен в результате апелляции извините несколько дней назад со мной связался очень симпатичный человек это адвокат господина ефремова по крайней мере на тот момент он и был им андрей владимирович алешкин и совершенно замечательно алешин совершенно замечательно мы поговорили и все что было требовалось от меня пойти навстречу ефремова да все это было сделано то есть мы были на грани того чтобы договориться каким-то образом с андреем владимировичем и сделать так чтобы в общем то наказание было другим нежели чем как оно предполагалось однако семья отказалась и не пошла на продолжение этих переговоров все закончилось воскресенье вечером к сожалению поэтому что будет завтра я не думаю что кардинально изменится ситуация с приговором не думаю про семью вы сказали я беседовал с виталий сергеевичем захаровым старшим сыном жертва этого дтп и у меня сложилось впечатление что он без особой симпатии относится к вам у вас были какие-то с ним понятно хорошо тогда давайте мы с этой темы уедем а скажите а вообще как вы считаете к вам относятся ну по заслугам вашим по талантам адекватно или вас любят на самом деле больше или недолюбливают в большей степени чем вы того заслуживаете после всех же у нас есть достоинства и недостатки знаете для меня очень важно чтобы ко мне относились а чтобы не было равнодушно важный момент а меня например очень любит моя собака ну и это здорово меня любят собаки дети женщины там друзья и так далее подобное вот человек никто просто человек которому никакого отношения нет принципиального это не мой характер вы знаете меня столько лет вы читаете ли у вас может быть и специально обученный чек который читает все что про вас пишут или если прям вдруг в поиске выпадает что-то вы ознакомливаетесь а сами не мониторит а иногда не считают зависит от времени места интересы и так далее у вас есть влиятельные и сильные враги если бы их не было я бы не был бы адвокатом добровинским наверно помните вольтера он сказал ты ничего не достиг жизни если у тебя нет врагов а у меня враг король я к чему одно из ваших дел мы сейчас поговорим про ваше дело это вы ну как это называется отжали миллиард рублей в пользу госпожи ефимовой жены павла николаевича гусева владельца московского комсомольца для него миллиард деньги небольшие но здесь ведь не сумме дело обидно что вообще сумели как-то репутационный вон нагнуть вы понимали что вы обидно кому я думаю что гусеву это его личное дело понимаете ну как это я думаю что и это теперь ваше дело тоже обидно господин гусеву не обидно я это его личное дело вы знаете какой дайте разложим события значит адвокат вообще-то да на суде он представляет какие-то аргументы решает как вы говорите отжатие решает суд другое дело что суд меня услышал и сделал так услышав мои аргументы сделал так как хотелось нам но эти но мне кажется обида господина гусева если она есть на самом деле да должна сейчас и в другом нельзя заводить уголовное дело и писать доносы на мать троих детей и на свою бывшую жену вот знаете меня по-другому воспитывали нельзя юридически или нельзя понятие морально для того чтобы не делиться ведь это немножко такой момент для меня щепетильный поэтому поэтому и взялся за это дело дело в том что просто павел николаевич был моим первым работодателем 80-х и мне кажется я достаточно хорошо знаю он человек который будет догонять то есть он не махнет тогда фикс не с этим миллиардом московский комсомолец не перестал упоминать ваше имя вы попали в первый раз когда московский комсомолец написал обо мне какие-то гадости и я послал павлу николаевичу мы знакомы в одном клубе гольф-клубе да и я павла николаевича видел в другом гольф-клубе не дали как в субботу вечером я послал павлу эсэмэску с большой благодарностью за все что вам не было написано слушайте московский комсомолец который пишет о том что я руковожу этими там двигаю туда назначаю тех и так далее тоже здорово слушать это за это надо было платить полу николаевич вместо того чтобы сказать спасибо я продолжу он меня там заблокировал и так далее поэтому если гусев и московский комсомолец будут продолжать то это только вызовет мою благодарность я приму это как комплимент самый большой комплимент который человек может получить это ненависть его врага и один из самых больших комплиментов в том что я правильно работаю это действие господина гусева московском комсомольце направлено против меня хорошо какое то из дел в вашем портфеле из законченных дел вы считаете самым для вас опасно то есть где где вы рисковали то есть приходилось ли вам опасаться за свою жизнь рассматривать перспективу ими иммиграции за того что вы наступили у меня был и я пишу об этом в книге кстати между прочим для вас готовится очередной подарок я помню четвертый экземпляр который уже сверстанный в скором времени выйдет в эксмо и который называется есть как я придумал название вы мы они это обо всех так вот знаете у меня был случай когда в москве в одном из известных ресторанов больше не существует джан-карло один очень и очень известный человек в москве извините я просто уточню он из какой вообще сферы бизнесмен политик шоу-бизнес спортивный человек понятно понятно вынул пистолет и это было где-то в 9 30 вечером я ужинул чем я его хорошо знаю когда вынул пистолет поставил к моей голове и сказал послушай мне тебя заказали юкус и я хочу тебе сказать да я с тобой в хороших отношениях если не я то другие а у меня будут неприятности ты лучше брось это дело был такой эпизод это не было там каким-то розыгрышем шутка это действительно было послание это было очень серьезное послание так что вы имеете но если ты встал один раз на рельсы своего поезда который двигается понимаете трудно его переставить и уже идти по какой-то тропинке лесной надо идти дальше мы эти нельзя придать профессию а вот прям и уже всю жизнь журналисты вы прямо такой юрист юрист я не поясню что имеется ввиду допустим когда вы смотрите телевизор слушайте новости вы все это воспринимаете ну так же как допустим как обыватель или вы всегда как какой-то юридический аспект видеть но мы не всегда прикидываете чтобы вы сделали будучи а практически всегда практически всегда и особенно когда я смотрю наши сериалы у меня тоже знаете бывают такие моменты когда приходится там эти дома в семье смотрят что-то и я там одним глазом туда смотрю и недавно был какой-то сериал и к сожалению наши ваши ваши коллеги вернее не удосуживаются звонить адвокатам и спрашивать а может быть такое нет в наши дни судья объявляет в гражданском процессе идет развод он объявляет приговор в гражданском процессе объявляет приговор вообще не может быть естественно гражданском процессе только уголовное дело и приговор окончательное обжалование не подлежит и это я смотрю по телевизору понимаете вот иногда бушу все бушует вам экономит на консультантах вот мне интересно сейчас несколько историй про гример на прошлой неделе связанных так или иначе с с ковидом с этим с пресловутым коронавирусом в частности была ситуация в театре на таганке когда одну из зрительниц у которая спустила маску отказывался ее надеть вывели из зала под возмущенный хор других зрителей милиции и позже выяснилось что эта постановка была что и сама она была подсадная и милиция не была подсадная вот как вы допустим вот можете оценить такую ситуацию могут люди шоу-бизнеса вот эту так называемую четвертую стену убирать и разыгрывать зрителей или это нарушение закона вот как вы считаете с юридической точки зрения я не считаю что это нарушение закона я таганку знаю очень хорошо и люблю и когда когда-то это такой перформанс который модное слово который на таганке вообще давно работает если помните когда-то был такой спектакль девять дней которые потрясли мир помните туда и там на входе стояли красноармейцы вместо этих самых женщин которые рвали билеты и билеты натыкали наш ты помните это если великолепного но там же было очевидно и понятно что это под действительно часть представления здесь ведь все зрители в зале были уверены что происходит какой-то скандал происходит что что-то внештатное у него не здорово если это если действительно был розыгрыш ну вот я к сожалению я только сегодня вот узнал что это был розыгрыш куда этого обсуждали а как вы считаете я очень хорошо к этому отношусь да в принципе как вы считаете даже должны силовики но милиция полиция вернее сейчас полиция вообще в принципе вот в эту ситуацию в такие ситуации вмешиваться имеют право или нет все таки я не пойму человек не надевать маску если он допустим считает что у него антитела если у него там есть справка и он считает что он не может представлять опасно жизнь стоит посмотреть на то что творится у соседей до дальних или близких неважно штрафы которые сегодня гуляют по европе они колоссальные за за то что человек ходит без маски у нас совершенно либеральное общество все друг на друга в общем глубоко наплевали кто ходит без маски и тогда мы с вами сейчас сидим вдвоем и несмотря на то что у меня в одном кармане маска вот например видите эта маска которая я одеваю и почему-то все считают что я из партии зеленых когда ходила не знаю хорошо что не считает вас исламистом от ислама далеко вот еще у меня есть маска футбольного клуба динамо в которой я сегодня я видел даже не так и мне много масок в карманах да но я считаю что это уважение это дань уважения к людям вокруг тебя прежде всего потому что сильно мы живем в какую-то эпоху этой гадости кстати я сделал прививку так и как себя чувствуете прекрасно сейчас она ведь по-моему в два этапа как она уже оба через несколько дней буду делать второй но у меня что-то получишь получается масса людей которые начали болеть вокруг да очень многие очень многие кругом болеют и вы знаете у меня же жив мой обожаемый овощ отчим который совершенно благотворю ему 101 год исполнился в августе месяца и я боюсь с ним уходить мы разговариваем только по телефону его с ним уходить гости потому что ну вдруг я передам что-то такое эти наложила вот этот эта гадость наложила отпечаток на нашу на нашу жизнь в общем повседневно хотя я провел дивные совершенно два месяца на даче весной я помню вы расскажете потрясающе я переселил туда свою дочь мы утром вставали каждый день хотели гуляли я читал писал и так далее везде надо искать свои позитивные моменты а как вообще относитесь к тому что очень многие люди ну специалисты самых разных областей говорят о том что это некий новый порядок новая этика вы считаете это конспирологические какие-то измышления или под ними что-то знаете у нас вообще страна такая какая придума страна людей которые очень любят что-то придумать мы жить конспирологии рассказывать про заговор и тогда у меня горничная которая выясняет где надо придумать было она выясняет где стоят эти мачты с 5g 5g и обходят потому что она считает что 500 метров оттуда в тебя не вселит какие-то мысли я не знаю что понимаете я на нее смотрю ну я была где она вот я читала в интернете что это совершенно уже а когда я ужасно когда я сделал прививку он сказал александрич я вас так любил вы с сошли их почему вам вели жидкий микрочип и вот я теперь живу за диму жидким микрочипом и говорю что узнаете нормальный чип хорошо себя хорошо себя чувствую и так далее вместе у нас это есть подкорки ментальности нашей страны а в целом как вы считаете у нас если мы говорим о гражданских правах о правах человека ситуация отличается от ситуации ну как принято говорить у соседей у нас и права вообще в целом да вы знаете у меня целая теория если вы никак не меня позовите еще раз я всю теорию я хочу сказать что произошла такая знаете вот перемена то что было раньше в советском союзе когда опасно и ни к чему было идти против течения мейнстрима то что ты мог оказаться в сумасшедшем доме как диссидент или вообще быть высланным из страны и ты становился изгоем тебя выгоняли из партии я не знаю с работы и так далее все это перекочевало теперь на запад и наоборот та свобода которая была здесь свобода слова на самом деле она появилась здесь сегодня совершенно спокойно можно жить вот у меня масса людей когда знакома которые начали уезжать из западной европы из америки суда у меня вот работают люди которые прожили много юристы юрист они там практиковали работают сегодня здесь понимаете мой приятель разговаривал с известнейшим человеком в нашей стране к борис юрдан помните до коня нтв да да он еще не он ему сказал что не могу жить в америке вот большей частью хочу жить в москве потому что совершенно друг другие ощущения и так далее ведь сегодня попробуйте сегодня сказать что-то против мейнстрима в в той же франции в которой я прожил больше 20 лет да или в америке и тогда и в англии вас просто заклюют знаете это это будет очень сложно вам каким-то образом остаться в обществе сейчас скажу что бровинский совершенно кремлевский пропагандист и кстати вот во франции из недавних скандалов там наш бывший соотечественник московский чеченец отрезал голову до профессора как вы считаете мы журналисты когда мы рассказываем об этом мы должны избегать обозначать национальность или веру просто вот сказать что вот такой случай все должно быть взвешено так как я читаю французские газеты ну по интернету да то меня шокировали заголовки французских газет после этого ужасного случая знаете как они практически все были одинаковые он родился в москве чеченец который родился в москве отрезал голову там и так далее эти для чего вот это надо было выкинуть в первую очередь потом там написано что дав 6 лет он уехал его воспитывали во франции так далее но заголовок должен был быть такой почему потому что сегодня знаете ведь россия какая-то пытается сохранить какие-то ценности такие которые когда-то были в европе еще 30 лет назад они были в европе знаете 25 лет назад они еще были и сегодня россия пошла против этого течения против мейнстрима мы говорим какие-то вещи которые которые в народе там страшно сказать хотя в общем люди думают об этом приведу один пример у меня есть товарищ на севере франции его семье принадлежит старейший аукцион в стране маленький аукционный дом в небольшом городке ну старейший ну вот так вот получилось да и он выставил месяцев год приблизительно назад он выставил два поставца деревянных италия 17 век который изображает какой поставить поставить это такая колонна на которую можно резная колонна на которую можно класть там визитные карточки когда-то клали и вазы ставить и так далее эти две колонны были сделаны в виде мавров очень популярная тема в 17 веке он послушайте это клиент принес выставил на аукцион и поставил в витрину через два дня он получил письмо сначала от объединения иммигрантов каких-то которые просили убрать он не убрал потому что ну слушайте это не его вещи это аукционный дом потом пришла полиция выписала ему предписание в результате старейший аукционный дом был закрыт и вот до сих пор он судится ему по моему 200 тысяч евро штраф дали за это это к нам придет рано или поздно ведь существует как бы тезис что все эти тенденции они в россию приходят там шагом в 5 8 10 лет постепенно приходит постепенно приходит у нас начали разгораться скандалы связанные там а ля ванштейн на харассмент на полном ходу идет иногда кстати это имеет имеет место просто этой пенсии нельзя устраивать охоту на ведьм так как ее устроили там мы все ведь никто не вспоминает почему-то билла клинтона до харассмент уж там был такой же дальше некуда он даже импичмент не прошел для него но постепенно приходит на конечно вы опасаетесь допустим за себя в этом отношении и по поводу секшу хорош ну да что кто-нибудь скажет что адвокат добровинский там заставлял вставил условия принуждал домогался это будет хороший комплимент а что ж я домогался не 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 дододомогался здесь не понятно за что предъявлять на самом деле сторонники упразднения института семьи как такового такие разговоры ведутся сторонники либерализации взглядов на гей-браке они утверждают что смотрите там было время когда возмущались брючным костюмом у женщин сейчас дома моды предлагают платья и сарафанчики для мужчин по этому поводу много пишет а что такого то сейчас за совершенно нормально когда женщина в брючном костюме идет или когда же вы что может быть мы это мы такие ретрограды отстал и не понимаем что я не против ничего так я все-таки не против не нет я не против ничего не костюм хочет шаг быть геем пусть он будет хочет надеваться в платье и ходить на куплах мужчина имя виду пусть он ходит я против другого я против привилегий которые меньшинства требуют от большинства и получают вот я против этого когда в соединенных штатах америки вышел указ указ по которому на каждого произведенного белого офицера в полиции должен был быть произведен каждый обязательном порядке черный то я понял что страна идет куда-то не туда потому что на мой взгляд это неважно ты черный или белый ты если ты умный то ты получаешь следующий ранг как бы да в в полиции становишься офицером там я не знаю идешь дальше и какая разница какого-то цвета видите если человек работает плохо и он говорит что меня выгоняет с работы потому что я гомосексуалист нельзя на это обращать это плохо работаешь или ты хорошо работаешь эти нельзя за счет того что ты трансвестит или еще кто-то требовать себе привести социальных привилегий вот я против этого мы все равны им бесить чек хочет спать там с кем ему нравится пусть он это делает если он хочет одеваться как он хочет пусть он это делает понимаете в советском союзе тоже были квоты как мы помним на гомосексуалистов на ну нет на евреев допустим конечно были ужасно я вам говорю что все поменялось да да сейчас это это было проявлением антисемитизма в какой-то степени да безусловно сейчас есть антисемитизм российской федерации вы знаете евреям никогда так хорошо не жилось в нашей стране как сегодня в том плане что ну там много сложилось ну во первых президент приехал на открытие общинного центра когда-нибудь было никогда не было в музее толерантности висит такая большая табличка зарплата президента была отправлена на в помощь создания музея сегодня по моему около 60 действующих общин по всей стране издаются книги есть издательство есть клубы я сам организовал клуб который называется книжники вместе с друзьями где мы собираемся читаем лекции так далее у меня два клуба у меня есть интеллектуальный клуб табу и клуб книжники мете ну есть еще одна причина довольно забавная в кавычках если можно сказать что это забавная причина раньше во всем были виноваты евреи ну какая разница в чем но сегодня нас некоторые народы кавказа отодвинули на второй план и вышли на первое место я не могу сказать что я я сейчас между хорошие ребята попадаются как во всем народе но мы немножко отодвинулись нас вспоминают потом сначала идут они у нас буквально одна минута осталась вы упомянули клуб табу это интеллектуальная площадка который создал три года назад и на который идут споры споры эти оказалось что по крайней мере в нашей стране еще процветают люди которые хотят поспорить чтобы найти истину они доказать друг другу правоту и это очень ценно и мы создали такую площадку где мы обсуждаем смерть бориса абрамовича убили или до или что произошло с леди или супружеская жизнь мы рассуждаем кто прав кто виноват говорим о законах и так далее и вдруг это совершенно получило не знаете вот такой взрыв у нас приблизительно 10 тысяч человек подписаны на нас мы читаем я читаю лекции я скорее на этих вечерах провокатор для того чтобы люди спорили неже чем лектор безумно интересно приходить я приду да позовите я приду а если выступить и вообще будет гениально но нет я сперва посмотрю как вы как вы вообще все успеваете и я не знаю спасибо что вы успели к нам прийти огромное спасибо что нашли время спасибо вам